Я слышал о вас впечатляющие аналитические способности и острый ум. Тогда вы именно тот, кто мне нужен. Помогите мне разгадать эти сложные загадки и докажите, что достойны звания детектива. Японское судно покинуло порт и направлялось в открытое море. Капитан пошел смазать маслом некоторые части судна и снял обручальное кольцо, чтобы не повредить его. Он оставил его на столе в своей каюте. Когда он вернулся, кольца уже не было. Мужчина догадался, что виновными могут быть три члена экипажа. Поэтому он спросил каждого из них, чем они занимались последние 10 минут. Повар ответил. Я был на кухне и готовил сегодняшний ужин. Инженер ответил. Я работал в машинном отделении. Следил за тем, чтобы все работало без сбоев. А матрос сказал. Я был на мачке и поправлял флаг, потому что кто-то по ошибке повесил его вверх ногами. Капитан сразу понял, кто вор. Как он это понял? Это был матрос. Японский флаг белый с красной точкой посередине. Его нельзя повесить вверх ногами. Шерил читала книгу. Но она случайно вырвала страницы 7, 8, 100, 101, 333 и 334. Сколько страниц ей нужно будет восстановить? Из кабинета детектива Брауна исчезла папка с чрезвычайно важными документами. Во время кражи в офисе находились только 4 человека. Билл, Том, Гарри и Майк. Браун допросил их, и они дали следующие показания. Билл сказал. Это сделал Том. Том опроверг это утверждение. Это сделал Билл. Гарри сказал. Том говорит правду. А Майк подтвердил. Гарри не лжет. Проанализировав эти заявления, детектив Браун выяснил, что только один человек говорил правду. Остальные лгали. Можете ли вы определить вора? Том вор, а Билл говорит правду. Если бы Билл был вором, то и Том, и Гарри говорили бы правду. Если бы Гарри был преступником, ни одно из утверждений не было бы истинным. И если бы Майк был вором, то ни одно из утверждений также не было бы истинным. Ваши друзья жалуются, что каждый день они устраивают соревнования по раскручиванию яиц, используя только сырые яйца. И каждый день побеждает один и тот же парень. Ваши друзья просят вас выяснить, как ему это удается. Вы начинаете наблюдать, как он крутит яйцо. Как вдруг оно падает на пол. Парень идет и берет веник, чтобы убрать его. Как будто это происходит каждый день. Вы сразу понимаете, почему он всегда побеждает в ежедневном соревновании. В чем же его секрет? Мальчик взял метлу. Значит, яйцо, которое он крутил, должно быть сварено. Если бы яйцо было сырым, он взял бы швабру. Мужчина был обнаружен без сознания за своим столом. Один в запертом офисе. Его срочно доставили в больницу, а полиция начала расследовать это дело. Единственной зацепкой стал запечатанный конверт на столе мужчины. Вы догадались, что произошло? Клей на конверте содержал яд. И когда мужчина облизал конверт, чтобы запечатать его, он отравился. Известный химик исчез прямо из своей лаборатории. Единственной зацепкой был лист бумаги, лежавший на его столе. На него были наспех написаны названия пяти элементов. Никель, углерод, кислород, лантан и сера. Охранник сообщил, что в тот день химика посетили три человека. Его сестра Лаура, его коллега Николас и его жена Тесса. Преступник был арестован немедленно. Кто это был? Список химических элементов является подсказкой. Их сокращение образует имя Николас. Посмотрите внимательно на этих женщин. Можете определить, какая из них не беременна. Та, что в зеленом платье. У этой женщины большие ступни и она носит парик. На самом деле это мужчина, пытающийся украсть арбуз. Поэтому он оделся, как беременная женщина. Каждая из этих трех женщин утверждает, что она мать этого мальчика. Но кто его настоящая мама? Настоящая мама одета в одежду того же цвета, что и наряд ее сына. Какой милый семейный лук. Кроме того, мальчик смотрит именно на нее. Кто-то украл деньги директора. Когда полиция приехала расследовать дело, детективы допросили самых вероятных подозреваемых. Учитель физкультуры сказал, что у него был перерыв. Учитель истории вел урок. А учительница музыки сказала, что она плохо себя чувствовала и рано ушла домой. Можете догадаться, кто вон? Учительница музыки. Посмотрите, у нее в сумке перчатки. Хотя сейчас лето. Подозрительно. Посмотрите на этих троих мужчин и девочку. Первый мужчина говорит, Я так испугался. Я позвонил в школу, но никто не знал, где моя дочь. Второй мужчина говорит, Мы выгуливали собаку в парке. Я на минуту отвернулся, и она исчезла. А третий мужчина говорит, Понятия не имею, почему она сбежала. Дорогая, я купил тебе новый телефон. Кто из мужчин настоящий отец? Второй мужчина. Девочка слишком мала, чтобы ходить в школу или иметь собственный телефон. Кто-то украл важные документы из офиса бизнесмена, когда отключилось электричество. Когда мужчина обнаружил эту неприятную новость, он позвонил своему другу, частному детективу. Детектив прибыл и допросил всех, кто находился в офисе во время преступления. Первый человек сказал, Я вышел из офиса, чтобы купить кофе и пончики. Второй сотрудник заявил, что было темно, поэтому он немного вздремнул. Третий работник сказал, Я пошел на кухню, чтобы сделать латте в нашей новой кофемашине. Кто вор? Третий человек – обманщик. Он не смог бы пользоваться кофемашиной без электричества. Мужчина потерял память, и пока каждый из этих трех женщин утверждает, что она его жена, он не может понять, кто говорит правду. Можете ему помочь? У мужчины и его настоящей жены одинаковые кольца. Посмотрите на этих трех подружек невесты. Одна из них задумала недоброе. Она испортила платье невесты. Сможете выяснить, кто именно это сделал? Подружка невесты, порвавшая платье, должна быть левшой, потому что все разрезы были сделаны левой рукой. Обратите внимание на их расположение и направление. А вот единственная левша. Она записывает заметки левой рукой. В девять утра Итану позвонил его друг, владелец крупного бизнеса. Друг сказал, что из его офиса пропал очень важный документ. Он был на его столе прошлым вечером, но теперь его нигде не было. Итан сразу же опросил всех сотрудников своего друга. Вскоре у него было три подозреваемых. Уолтер сказал, что провел прошлый вечер в кино. Джоан ужинала с друзьями, а Закри посетил художественную галерею. Итану не потребовалось много времени, чтобы понять, кто лжет. А вы догадались, кто? Это был Уолтер. Его билет не порван. Это значит, что он не заходил в кинотеатр на сеанс. Оливия вызвала полицию. Она сообщила, что кто-то ворвался в ее дом, связал ее и забрал все деньги и ценности. Когда офицеры прибыли, входная дверь была открыта. И Оливия действительно была привязана к стулу. И все же детективы не поверили ее рассказу. Почему? Если девушка была связана, как она сумела позвонить в полицию? Вы берете это и выбрасываете внешнюю часть. Затем вы готовите внутреннюю. Потом вы едите внешнюю часть и выбрасываете внутреннюю. Что это? Вы только что съели початок кукурузы. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Купку. Ну-ку-по-по. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...